А в Ускаменногорске первоклассников перевели на шестидневную учебную неделю. В отделе образования города говорят, что таковы требования санитарных правил и норм Министерства образования страны. Но большинство родителей восприняли нововведение негативно. Кто прав, разбирались наши корреспонденты. Няня не выспался, оправдывает его няня, забирая после уроков. Хочу, чтобы пятидневка была. Так они устают. Он не высыпается. Просим, чтобы пять дней было. Хочу пять дней в неделю учиться. Не хотят по шесть дней ходить в школу и другие дети. И это вовсе не прихоть, говорят взрослые. Сейчас очень большая нагрузка. Мало того, что у них и на зрение, и психологически очень большая нагрузка. Поэтому считаю, что детям нужно отдыхать два дня. Но в отделе образования Ускаменногорска заверили, шестидневка как раз вводится на благо самих детей. Согласно санитарным правилам, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года, в первых классах режим обучения идет ступенчатый. Для того, чтобы дети адаптировались хорошо. В первой четверти уроки проходят по 35 минут. Три урока. Со второй четверти малышам будут ставить уже 4 урока. Но и этого еще мало. Поэтому и нужна суббота, чтобы нагрузка была равномерной. Таков закон, отмечают чиновники. Все вроде правильно, только вот психологи их мнение не разделяют. Чтобы 8 часов быть в школе, они утром в 7 выходят из дома. И считайте, какое у них будет здоровье. Вот в субботу буквально родительница ко мне приходит. Пойдемте у меня. Это ребенок вовсю не хочет в школу, плачет. У ребенка уже истерика действительно. Ребенок очень усталый. Стресс у ребенка. Это вам живой пример, делится психолог. В отделе образования же поясняют, что переход на пятидневку все же возможен. Но со второго полугодия, когда малыши привыкнут к школе и смогут выдерживать по 5 уроков за смену. Анна Лисенверзина, Слан Тулепов, Усть-Каменогорск. Анна Лисенверзина, Слан Тулепов.